Альпийский беглец Пропавшая сотня из Львовского музея похитили около ста первопечатных книг на миллионы долларов. Время бдительные горожане помогли поймать пьяного полковника генштаба. Один из прохожих заметил, что иномарка движется, грубо нарушая правила движения. Об этом он сообщил в полицию. Патрульные остановили автомобиль. По словам очевидца, водитель представился полковником генштаба и попытался оговорить полицейских обойтись без протокола. Но те документы все же оформили. Задержанный действительно военный, во всяком случае, присутствовал на церемонии награждения бойцов Галецко-Волынской радиотехнической бригады. Грозит ли полковнику увольнение и как отреагирует на такое поведение генштаб пока неизвестно. Но в крови правонарушителя тест показал целый промилле алкоголя. Проводили с ним беседы. Пояснили, что у него нет другого выхода. Моя такие знаки явного алкогольного спинения, ему придется прийти этот тест. И переконали сделать это на месте запрещения. С помощью газоаналізатора Драгер. Присутности двух свидетельств. Результат огляда позитивный. 0,84 промилле. 5 тысяч долларов за скидку при растаможке грузовика хотел получить таможенник в Запорожье. Его задержали прямо в рабочем кабинете, когда предприниматель, владелец фуры, принес часть требуемой суммы. Около 3 тысяч долларов. Это была не первая взятка таможенника. Деньги за льготную растаможку грузовон требовал у бизнесменов постоянно. При Карпате может погрузиться во тьму. Тарифы на электроэнергию для городов и сел повышаются наполовину. На местах уже заявили, что будут добиваться отмены такого решения НКР. Ради этого даже готовы отключить освещение улиц в ночное время. Подробнее мои коллеги. Электроэнергия для городов и сел, несмотря на регулярное повышение тарифов, никогда не была домокловым мечом. До позапрошлого года местные бюджеты платили за освещение улиц всего четверть стоимости. В 2015-м расценки выросли до 60%. Но в конце прошлого года профильная комиссия НКР отменила скидку. Причем сделала это в одностороннем порядке. Все тут в ассоциации городов Украины. Хотя в законе Украины про ассоциацию мест Украины такой есть закон, все такие нормативные документы должны были бы рассматриваться передней ассоциацией мест Украины. Этого не было сделано. В Ивано-Франковском горсовете уже подсчитали повышение тарифов на электроэнергию для освещения улиц и электротранспорта обойдется городу 8 миллионов гривен в год. Дополнительно. Где их взять, чиновники пока не знают. Бюджет приняли до того, как отменили скидку. Что это говорит для местных бюджетов? Это означает, что они обязаны будут вышуковать деньги из своих бюджетов для того, чтобы оплатить поднятие этого тарифа. Это в свою очередь остановит, третий разводит данных территорий. Для надворной Ивано-Франковской области сумма переплаты меньше, около миллиона гривен. Но и это серьезная сумма, утверждает мэр. В городе до сих пор многие улицы остаются без освещения. А деньги, которые были заложены в бюджете на установку фонарей, теперь пойдут на оплату новых тарифов. Выход один – ехать в Киев, вымогать встречи с премьер-министром, в связи с тем, что он, колишний глава, понимает, что это такое вуличное освещение. Это, в первую очередь, безопасность для жителей. Чем обосновано резкое повышение тарифов для местных бюджетов в НКРН, нам так и не объяснили. Мы отправили запрос в комиссию, но ответа не получили. Свой запрос с требованием встретиться мэры и председатели сельсоветов Прикарпатия направили и в Кабмин. Если к их требованиям пересмотреть тарифы не прислушаются, грозятся прибегнуть к радикальным действиям, вплоть до отключения освещения во всей области. Алла Матюшок, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер Ивано-Франковск. Взрыв в турецком Измире. Террористы подорвали заминированные автомобили у здания суда. Есть ли жертвы и что известно об организаторах? Все подробности в сюжете Виталий Кушберук. Первые кадры взрыва в турецком Измире, происходящее у здания суда, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Уже позже в сеть выложат фотографии одного из нападавших. Правда, кто были эти люди, совершившие теракт, до сих пор неизвестно. Двоих удалось обезвредить. Еще один скрылся в неизвестном направлении. По последним данным, в результате взрыва пострадало не менее 11 человек. Сейчас все подступы к административной постройке оцеплены. Полиция проводит спецоперацию. Этот теракт стал вторым по счету на территории Турции в 2017-м. Первый взрыв прогремел в Стамбульском ночном клубе, как раз в новогоднюю ночь. Президент Эрдоган выступил с резкой критикой нападавших. Мы не позволим террористам диктовать нам условия. Мы этого не допустим. Любой, кто хочет доказать обратное, пусть только попробует. По трагическому стечению обстоятельств с причинами истамбульской трагедии, власти страны пытаются разобраться в окрестностях Измира. Именно там задержали 20 человек. Все они несовершеннолетние. Сообщается, что это выходцы из российского Дагестана, также граждане Туркменистана и Кыргызстана. Их подозревают в связях с ИГИЛ. Задержали и членов семей предполагаемого исполнителя теракта. Правда, они категорически отрицают, что знали о планах родственника. Виталий Акушмирук, подробности, телеканал Интер. 14 человек погибли и 16 ранены в результате теракта в сирийской Латакии. В центре города Джебла, где находятся две российские военные базы, взорвался заминированный автомобиль. Все пострадавшие мирные жители. Огонь охватил десятки автомобилей и несколько магазинов. Спасатели работают до сих пор, ищут жертв среди завалов, пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Истребители Нидерландов начали патрулировать небо над Балтикой, сообщили Министерстве обороны Литвы. Военные самолеты F-16 Fighting Falcon будут охранять воздушное пространство над странами-членами НАТО. Они заменят французские истребители, которые патрулировали эту территорию последние 4 месяца. Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии началась в марте 2004 года, после вступления в организацию Эстонии, Латвии и Литвы. Это уже третья ротация нидерландских самолетов за 13 лет патрулирования. В АТО не утихают боевые действия. За прошедшие сутки ранен один украинский боец. Количество обстрелов уменьшилось, но противник сосредоточил свои силы на Мариупольском направлении Папас. На Исид-Ладарской дуге Авдеевке и Маренке снова били из запрещенного Минскими соглашениям вооружения. Подробнее расскажет Геннадий Вивденко. Тут полностью прямое попадание, разбило полностью все, крышу разнесло, в холодильнике тут все разбило. Был порядок, а сейчас все разнеслось, все в ДВД. Крутнокалиберная мина влетела в крышу гаража. Марина уже третий раз переезжает к родственникам. И это в поселке, где и так осталось мало людей. Предыдущее же ее женщины было разрушено. К сожалению, боевики опять начали обстрелы жилых домов поселка Луганское, что на Светлодарской дуге. Вот что осталось от гаража одной из местных жительниц. Пострадала также и старинная православная икона. Сохранялась пусть и относительная, но тишина. До этого какое-то время не утихали бои. Украинские войска на передовой в нескольких километрах отсюда. Но огород Вячеслава вновь стали перепахивать мины. Мужчина показывает старые воронки и сегодняшние. Оскоки снарядов перебили водовод. Семья Вячеслава осталась без воды. Все попытки добыть ее оказались напрасны. Не без воды и не туда и не сюда. Все равно без воды. Весь поселок уже сутки лихорадит. Как вечер наступает и все. И начинается стрельба. Сильно. Хорошо бьют. Ну, не спорено, это точно. Крупно-калиберное бьет. 80-ка, 120-ка, 150-ка бывает. Короче, там весело он живет. К счастью, никто из мирных жителей за прошедшие сутки не пострадал. Между тем, на Светлодарской дуге вновь обострилась ситуация. Станом на эту мить, Светлодарская дугада, мы сейчас перебиваем, остается наиграющей точкой. Сегодня в день с 12.00 по 13.40 прилетело на позиции наших защитников в районе Луганского 4 мины 82-го калибра с напрямка Калинівки. Специалисты из наблюдательной группы совместной комиссии по прекращению огня фиксируют нарушение перемирия. Комментариев не дают. С утра здесь были обстрелы из крупнокалиберной ствольной артиллерии. У местных сегодня одна радость. Привезли уголь. Это гуманитарная помощь волонтеров из Харькова. Пока люди ее получают, раздаются пулеметные трели. Геннадий Вивденко, Иван Матриченко, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. СБУ перекрыло канал незаконной миграции под крышей ФСБ. Сотрудники службы безопасности задержали гражданина России, который переправлял нелегалов через границу в Сумской области. В этом ему содействовала Федеральная служба безопасности. Оперативники спецслужбы и пограничники задержали злоумышленника во время попытки нелегально перевезти в Россию жительницу Закавказья. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела. Вернуть с курорта и допросить. Адвокат раненого Вячеслава Химикуса требует от прокуратуры допросить народного депутата Сергея Пашинского. По сообщениям СМИ, нардеп Стрелок сейчас отдыхает в Альпах. Тем временем в расследовании до сих пор остается много нестыковок. Как в этом резонансном деле может помочь парламент? Адвокат раненого Вячеслава Химикуса требует от прокуратуры допросить депутата от Народного фронта Сергея Пашинского. Соответствующим требованиям Марина Паринова уже обратилась в ГПУ. На своей странице в Фейсбук она возмутилась, в то время как отец двоих детей на больничной койке с простреленной ногой давал показания 12 часов. Нардеп спокойно катался на горнолыжном курорте в Альпах. Впрочем, политологи уверены, возвращать Пашинского для запроса в Украину прокуратура неуполномочена, пока нардеп может спокойно покидать страну и возвращаться, когда ему угодно. Сила депутатского мандата безгранична. Сама поведенка Пашинского в этой ситуации, вона, знаете, безответственная. Людина, которая стреляла в другую людину, нанесла шкоду, значную. И шкоду здоровью, и информационную шкоду своему имиджу, как представлению государства, народному депутату, берет и едет там себе в Альпы. Вже особенно про имидж не хвилюется. И это Народный фронт постоянно нам насправдей демонстрирует. В численных скандалах, в численных своих действиях. О том, что Народный фронт себя окончательно дискредитировал, свидетельствует череда скандалов. Только за последний месяц трагедия в Княжичах, когда министр внутренних дел Асиноваков ушел от ответственности, а теперь его коллега по партии Сергей Пашинский без украинской совести уехал отдыхать. Главный принцип в деятельности Народного фронта – это деньги и цинизм. Цинизм, с которым они разрушили страну после Майдана, цинизм, с которым они организовали фактически повсеместное полювание на простых людей, втративши реальность. Проанализуйте. Яценюк развалил государство, и на наступный день в Ставке поехал только отдыхать в Аргентину. А Ваков, узнавшись о том, что убийство пяти партийцев, через две часы вылетает, вылетает в Канаду и складывает фактически из себя повновидение министра, униваясь и устраняясь от этой проблемы. И теперь Пашинский, почти убивши человека, пока лечит ребенка двух детей, вылетает в Альпе на лыжи. Мы инициируем сейчас справниками, экспертами и других народных депутатов судовый процесс с тем, чтобы изменить статью, за которой открыто проведение по этой криминальной справке. Статя должна быть изменена на ту, где Пашинского извинувачивать у замаху на убийство простого гражданина. И наступно я вертаюся до президента страны, до парламенту, до всех тех, кто сегодня имеет влияние в государстве. Сегодня мы понимаем, что 90% всего зла, горя, трагедии и беды, в том числе войны, лежит на руках и на совести Народного фронта. Они распустили коррупцию, они не втримали страну от войны, они привели к бедности, они привели к катастрофу в экономике и политике нашей страны. Отправить Пашинского под суд планируют и его коллеги. Депутаты предлагают создать в парламенте временную Следственную комиссию. А чтобы дать возможность прокуратуре провести справедливое расследование, сначала Пашинского нужно лишить депутатской неприкосновенности, а еще изменить статью уголовного производства, уверены юристы и политологи. Если мы говорим о причинении вреда здоровью, это может быть умышленное причинение вреда здоровью, это может быть неумышленное причинение вреда здоровью, это может быть превышение меры необходимой обороны. То есть статей на самом деле достаточно большое количество. Самое главное установить, что фактически имело место. Самооборона, либо все-таки нападение. Если бы мы были в правовой стране, избавлены каких-то серьезных политических вплывов, то, скорее всего, или сам даже депутат выступил без такой инициативы, с проханием избавить его депутатской недорогонности, или парламент терминово собрался бы с этого вопроса. Тем временем в деле появляется все больше противоречивых фактов. Например, правду ли говорил Пашинский, утверждая, что дорога, на которой случился инцидент, была не освещена? Из какого положения стрелял нардеп? И почему перед тем, как выйти из машины, он уже снял оружие с предохранителя? Леонид Аборин, Андрей Кровец, телеканал Интер, подробности. И еще один скандал, связанный с Народным фронтом. Задержанный во Львове на взятке Петр Ярымчук действительно работал помощником нардепа от фракции фронтовиков Юрия Савчука. Об этом сообщили в военной прокуратуре. Хотя вчера депутат, который является членом парламентского комитета по борьбе с коррупцией, от своего подчиненного открестился. А заявил, что Ярымчук, тескать, пришел к нему меньше месяца назад, никаких четких обязанностей не выполнял. Сегодня обоих вызвали на допрос, но подробности пока не разглашают. Я напомню, что помощник депутата фронтовика сообщил предпринимателю, что на него пожаловались активисты. Дескать, во время строительства многоэтажки были обнаружены нарушения. В обмен на 140 тысяч гривен Ярымчук пообещал не давать ход этому делу. Слечные действия с ним проводились. Я, на жаль, не могу сейчас разголошивать данные. Но следствие идет нормальное следствие, и все обстоятельства, в принципе, нам уже меньше-меньше видны. Он действительно был помощником народного депутата, это даже не вызывает сомнений. Военная прокуратура обнародовала детали громкого дела о львовском вымогателе, которым оказался сотрудник СБУ. Задержанному 24 года в ведомстве недавно заработать СБУшник решил на продаже марихуаны. 6 килограммов переправил в Польшу. Нашел предпринимателя, украинца, который занимался там бизнесом и попытался завербовать его для сбыта товара. Тот отказался. Тогда СБУшник и его подельники вывезли предпринимателя в лес и пообещали повесить, если тот будет упираться. Оставить в покое согласились только за 6,5 тысяч долларов. Именно столько злоумышленники надеялись заработать на продаже марихуаны. Бизнесмен пожаловался в военную прокуратуру и вымогателя задержали. И там же во Львове последняя сложная операция по удалению полипов. В носу скончался 35-летним мужчинам. Провели ее в городской больнице. Но на следующий день пациенту стало хуже. Ему поставили диагноз почечная недостаточность и отправили уже в другую клинику скорой помощи. Состояние продолжало ухудшаться. Еще через день мужчину доставили в третью больницу областную. Здесь провели процедуру гемодиализа и поставили новый диагноз вторичный сепсис. Полиция ведет расследование по факту ненадлежащего выполнения врачами своих обязанностей. Скандал между кардиохирургом Тодоровым и командой американского реформатора украинского Минздрава Ульяны Супрун продолжает набирать обороты. За несколько дней это противостояние стало топ-темой в соцсетях. И напомню, что глава института сердца Борис Тодоров несколько дней назад заявил, что пациенты-сердечники не только лишились бесплатного лечения, но могут попросту не дождаться своих операций. Потому что министерство провалило программу госзакупок более чем на 350 миллионов гривен. Все подробности в сюжете Натальи Савченко. Шестилетней Эвелине нельзя бегать, прыгать, заниматься любимыми танцами. Даже простуда может закончиться для нее фатально. У Эвелины порог сердца, отверстие в межпредсердной перегородке. Это операция бесплатная. Единственное, что нам нужно оплатить оклюдер и систему транспортировки этого оклюдера к сердцу. Это щадящий метод, но этот оклюдер очень дорого стоит. Около 100 тысяч. Без оклюдера, это своеобразная заплатка, которая должна перекрыть отверстие в сердечной перегородке Эвелины, операция на закрытом сердце невозможна. А цена оклюдера для семьи неподъемная. И это только одна из тысяч подобных историй. В одном только столичном институте сердца таких пациентов более 300. Детей, которым срочно необходима операция на сердце. Оклюдеров, говорят, в пациентских организациях и раньше закупали всего по нескольку в год. Но с 1 декабря остановилась очередь на все кардиологические операции. Даже более дешевые и опасные на открытом сердце. Не на камеру мамы говорят. В кардиоцентрах нет оксигенаторов. Веществ, которые очищают кровь от растворенных в ней газов. Отсутствие этих препаратов и других специализированных расходников для кардиооперации стало причиной скандала между главой института сердца Тодоровым и руководством МОЗ. В интервью одному из изданий он заявил. Во все области Украины за счет бюджетных средств необходимо было закупить стенты, клапаны, оксигенаторы, тромболитики, катетеры, различные скоропомощные препараты. Препараты не закуплены ни в одну больницу, ни в одной области. Такого не было никогда, даже в самые плохие времена. Еще одно обвинение в личной неприязни Тодоров утверждает. Замминистра Алексей Линчевский заблокировал создание в Луганской и Донецкой областях кардиоцентров. А на письмо из Кабнина с просьбой включить институт сердца в список учреждений, которым разрешается делать пересадку сердца, отвечает нарисованный рожицей и лаконичным «ня». Однако отвечать на вопросы журналистов кардиохирург сейчас отказался. Говорит, в Киев вернется не раньше, чем через пять дней. Телефон Линчевского отключен. На наш звонок отвечает пресс-секретарь Линчевского и говорит, замминистра занят, общаться с прессой не намерен. Александр Думович наразе уже много встреч, и он не имеет возможности это комментировать. Но на наши вопросы чиновник Минздрава ответит письмом. Вот и его ответ. Официйные листи от директора института Тодорова не местили никаких информации про обґрунтованные финансовые розрахунки, реальные потребы и про погоджение соответствует законодательства с органами местного самоврядувания. Официальная позиция министерства непоколебима. С 2016-го госзакупками занимаются международные организации. В задержках обвиняют предшественников. Дескать, процедуру закупок на 2016-й начали только в августе. Ведь до этого пустовало кресло главы Минздрава. Однако, когда пациенты получат медикаменты, ответа на это не дают. И шестилетние Велине, как и тысячам других пациентов, приходится надеяться на чудо. Для них официальная статистика звучит как приговор. За 2015-й от сердечно-сосудистых заболеваний скончались 420 тысяч украинцев. Наталья Савченко, Игорь Сули, подробности телеканал Интер. В пункте пропуска краковец задержали украинца, который пытался вывести в Польшу 68 ценных книг. Мужчина их даже не прятал, упаковал в две сумки и положил в багажник. Некоторые старопечатные на немецком языке, но большинство неизвестных авторов и издательств. Где он их взял неизвестно, непонятно также, есть ли среди них книги, которые исчезли из Львовской галереи искусств. О пропаже 95 старинных изданий там заявили на днях. Как обнаружили пропажу и кого подозревают, расскажет Калина Якушко. Пропавшие книги уникальны, говорят эксперты, написанные кириллицей и латиницей. Они были изданы в 16, 17 и 18 столетиях и имеют не только историческую ценность. На черном рынке их общая стоимость десятки миллионов долларов. Это и книги Апостоли Спиридона Соболя, это и Евангелие Львовская, и Узкошрифтная Евангелие, это одна из первых львовских виданий. И там есть целый ряд. И Библия Ивана Федоровича, и Новый Завет Ивана Федоровича. Это не из того, что можно поперечку скрутить себе и там где-то в маринарку покластить. Киевский анафологий, он больше тысячи арку шев вот такого формата, больше, как и в этом формате. Хранилище первопечатных книг находится вот в этом кирпичном здании. От системы безопасности металлические решетки на окнах, да и те только на первом этаже. Госохрана, которая круглосуточно дежурит неподалеку, появилась перед Новым Годом. До этого функции охранников выполняли старики. Там есть сторожи, музейные четыре, которые, значит, пильнуют. Там есть электронная система. Наши сторожи – это старшие люди. Одни дамы 80 лет, это сторож, другий джентльмен под 80 лет. Воно сбудовано, я сказал, директор для послуг видовничества земного трамвая. Когда именно исчезли книги, сотрудники галереи не знают. Пропажу обнаружили совершенно случайно во время обычной инвентаризации. В учетных записах не хватало страниц. Некоторые строки вытерты. Книга должна быть прошита. Тут должны быть соответствующие бирки. И тут должны быть печатки, которые фиксуют. Печатки в выберете. Вот шнурочки висят. То есть могла быть замена этих книг. Осенью прошлого года директором галереи стал Тарас Возняк. Его назначили после смерти Бориса Возницкого, который руководил галереей около 50 лет. Возняк уверен, книги пропали при прежнем директоре. И, конечно же, с его ведома. Мало того, подозревают, что заказчиками могли быть очень влиятельные люди. Очевидно, не есть люди незаможные. Очевидно, не есть люди с улицы. Очевидно, что это и люди впливовые. И эти люди впливовые могут делать величезный тиск. В своего часа в Межигире, в доме Пшонки, есть еще такой достойный табачник. Знайдены величезные книгозбирные старых друков. Может, часть из них наших книжок есть там. Кто же на самом деле причастен к пропаже старинных книг, уже разбираются в полиции. Делина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов. И еще об одном исчезновении. Интер, НТН, Мега К1, К2, Энтерфильм, Пиксель, Зум. Эти телеканалы с 11 января пропадут из эфира кабельного провайдера Ланет. Компания в последний момент отказалась подписать договор с Интермедиагрупп. Эксперты усматривают в этом политические мотивы, ведь все условия сотрудничества согласовали. Клиенты Ланетта, жители некоторых районов Киева, Ивано-Франковска и Калуша. Что делать, чтобы продолжить смотреть любимые каналы и какие альтернативные провайдеры есть в нашем городе? Смотрите в сюжете. Не только отказались от сотрудничества, но и абонентов не предупредили. Компания Ланетт не удосужилась рассказать клиентам, что после новогодних праздников часть телеканалов просто пропадет из эфира из-за отказа самого провайдера. Житель Ивано-Франковска-Богдан об этом узнал от наших журналистов прямо в офисе Ланетта. А, другие провайдеры имеют? Ну, я над этим еще не думаю. Я думал, что это скорочение по сигналу не вырубляют. Тогда нужно изучать вопросы, смотреть, что у других есть. Поверь, что неправильно. Но вы не показаете эти каналы? Звучайно. Интер-НТН, Мега-К1, К2, Энтерфильм, Пиксель, Зум. Все эти телеканалы входят в интер-медиагрупп, которая вместе с еще с тремя медиагруппами охватывает практически весь телевизионный рынок Украины. Эти четыре группы – это около 80% всего телевизионного рынка Украины. Доля интер-медиагруппы, которая является, вот в декабре она была лидером среди всего телевидения, среди украинских зрителей, в декабре доля составила 22,7%. То есть практически четверть рынка – это интер-медиагрупп. Но в Ланетт почему-то решили отказаться от трансляции одних из самых популярных телеканалов. При том, что сотрудничает компания с медиагруппой уже 10 лет. Да и осталось-то совсем ничего – подпись под договором поставить. Мы с ними договорились по условиям сотрудничества в 2017 году, тоже по всем технологиям. Отправили договора на подписание, но после определенной паузы почему-то компания объявила, что она приняла решение с группой каналов интернет продолжать сотрудничество. Вот этот резкий выход из переговорного процесса сотрудничества все-таки говорит о том, что эти причины не связаны с бизнесом, либо не связаны с экономикой. Я предполагаю, что возможно где-то это причины политические. Чтобы не лишать зрителей возможности в празднике смотреть любимые телеканалы, медиагруппа договорилась с Ланеттом продолжить трансляцию до 10 января. Но вот что делать потом? Напрашивается ответ – перейти к другому провайдеру. Тем более, что выбор есть. В Киеве, в тех местах, где есть сети компании Ланетт, работает компания Воля, Триолан, Миста ТВ, информационные технологии, то есть другие компании в Киеве, то есть со всеми компаниями в Киеве мы договорились. В Иваново-Франковске это Голлстрим провайдер, мы с ним договорились, и в Калуша это IT-люкс. Подключиться к другому провайдеру легко, да и тарифы у них могут быть существенно ниже. Общая цена за весь пакет телеканалов составляет 15 гривен. Ну, чтобы подключиться, достаточно позвонить к колл-центру, подать заявку. У нас вызов мастера в тот же день, то есть мастер может прийти к вам в течение двух часов и полностью выполнить работу, подключить телевидение от Триолан. Можно обратиться как напрямую в контакт-центр провайдера, так и в контакт-центр интермедиагрупп, позвонив на бесплатный номер 0800 508 650. Вам подскажут, какие операторы работают в вашем городе и дадут их координаты. Есть еще варианты. Можно перейти на цифровой эфир Т2 или подключить спутниковое телевидение. Но это потребует дополнительные расходы. Выбор за вами. Анна Каменева, Жанна Дучак, Владимир Самчин, Казиновий, Автонас. Подробности телеканал Интер. Как столетний француз умудрился установить мировой рекорд и как жительнице Канады благодаря СНУ удалось выиграть в лотерею 5 миллионов канадских долларов. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Вещий сон. Жительница Канады выиграла в лотерею 5 миллионов долларов. Счастливую комбинацию цифр она увидела во сне. Было это еще в 1989 году. Ольга Бена так поверила в удачу, что 27 лет использовала для игры эту комбинацию. И, наконец, сорвала огромный джекпот. Теперь за выигранные деньги она планирует купить собственный дом. В Токио состоялся конкурс по каллиграфии. Почти 5000 участников в возрасте от 3 до 93 лет на специальной бумаге, кистями и красками записывали символы и фразы с пожеланиями на 2017-й. Жюри оценивало аккуратность, сложность, форму иероглифов и даже направление, по которому растекались чернила. Новый мировой рекорд езды на велосипеде. Француз робот Маршан, которому исполнилось 105 лет, за один час преодолел 22,5 километра. Теперь он чемпион среди велосипедистов в своей возрастной категории. В 2012 году Маршан тоже был первым, проехав за час почти 27 километров. Впервые мужчина сел на велосипед в 14, но всерьез увлекся этим спортом лишь через 50 лет. Рекордсмен советует есть много овощей, фруктов и совсем немного мяса и кофе. Плюс к этому каждый день проводить минимум час на велотренажере. Двухлетний малыш из США спас брата-близнеца. Мама на несколько минут оставила детей самих в комнате. Сарванцы не стали сидеть без дела и полезли на домашнюю мебель. Огромный комод, который не был прикреплен к стене, рухнул на одного из братьев. К счастью, мальчик сумел приподнять мебель и спасти брата. В Германии крупнейшее за последние 10 лет наводнение. В прибрежных городах на севере страны затопило улицы. Некоторые машины оказались полностью под водой. Больше всего пострадали города Росток и Штральзунд. В портовом Бисмаре уровень воды поднялся почти на 2 метра. А пострадавших сообщений пока нет. Затопление спровоцировали ливневые дожди и ураганный ветер. В последний раз такой силой стихия бушевала в Германии в 2006. Тогда пришлось эвакуировать 25 тысяч жителей Дрездена и пригородов. На этом все. Больше новостей на нашем сайте. Подробности UA. Приятного вечера и до завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok